Брат задал вопрос, что такое тавхид и как правильно следует тавхиду, как правильно понимать ла и ла и ла и ла Аллах. Алхамду лиллях, этот вопрос, он на все времена был актуален, со времен, как-то, со всех времен, когда Аллах Субхану А.С. сотворил Адама А.С. до Судного дня. Это основа всего, это то, разве чего нас Аллах Субхану А.С. сотворил, это то, на что упирается вся религия, это то, разве чего мы сейчас с вами молились, это то, разве чего мы с вами постимся, это то, разве чего мы даем садака, поддерживаем рост и отношения, даже то добро и хсан, которое проявляем к близким, начиная с родителей и родственников, не потому что они наши родители, а потому что Аллах Субхану А.С. нам приказывает это. Поэтому это то, разве чего мы живем, и это то, к чему мы вернемся. Опираясь на далили из Кур'ана, Аллах Субхану А.С. сказал, Знай то, что Ла Иллаха Илла Аллаха. Сейчас мы это обсудим. И проси прощения у Аллаха Субхану А.С. за свой грех. Сейчас вот мы, когда ради Хазрача А.С. Аллаху, Ла Иллаха Иллаху Вал Хайюл Кайюм. Сумми би А.С. Курси. А.С. А.С. в Кур'ан. Самый великий А.С. один А.С. Там не сказал Всевышний Аллах А.С. не про Халал, не про Халал, не про Харам, не про Мустахап, ничего там, Ахкам никаких нету, никаких это нужно делать. Полностью весь аят про едино Божие. То есть все, весь аят полностью рассказывает о Всевышнем Аллахе. Поэтому даже мы с вами намаз сейчас читали. Когда первое, что человек когда рождается на этот свет, родители ему говорят в ушко, правильно? И там тоже это ухид. Через ушко заходишь в сердце. Последнее, что человек хочет сказать, тоже это ухид. Тот, у кого последние слова были он зайдет в рай. Пророк Мухаммад, если в судный день придет, человек То есть если приведет столько, у него будет грехов, сколько от земли до небес. Говорит, но при этом он мне не предавался товарищей, то есть был единобожником. То Аллах Субхану Талли ведет его в рай. Даже самый последний человек, которого Аллах Субхану Талли вытащит из ада, из джаханнама, за его грехи, за его поступки, может быть он не был молящимся, может совершал какие-то грехи, но самый-самый грешник, это тот, кто хотя бы сказал раз в жизни То есть отсюда мы понимаем, что это основа хадис, который самый первый хадис приводится это что Ислам опирается на пяти столпах, на пяти столпах первое свидетельство поэтому мы об этом должны напоминать друг другу.